Очередной конфликт из-за вырубки деревьев. На этот раз зеленые насаждения спиливают на канатной 112 на территории технологического университета. Жители соседних домов рассказывают, здесь действительно было несколько деревьев, опасных для жизни. Поэтому ректор обратился в гор Зелентрец с просьбой их срезать. Те деревья убрали, но вырубка продолжилась. Кто и зачем освобождает территорию от зеленых гигантов, попытались узнать наши корреспонденты. Им слово. Уже в течение недели на канатной 112 спиливают деревья. Местные жители говорят, кроме ветких и опасных уничтожают и здоровые. Чтобы разобраться в ситуации, обратились к общественным деятелям. Мы сразу же выехали на место. Я по факту обнаружил, что здесь были срезаны живые деревья. Моментально вызвал департамент экологии гор Зелентрец, чтобы они выяснили обстоятельства. Когда приехал департамент экологии, с документами они убедились в том, что здесь были срезаны деревья, которые не были в акте. На самом деле эта история началась еще давно. Жители соседних домов утверждают, первой ласточкой стало строительство жилого комплекса на канатной 112. Летом прошлого года снесли общежитие технологического университета и в зеленой зоне появилась бетонная дорога. И вот провели вот эту дорогу, они пиляли и пиляли здесь потихоньку. И после этого под шумок уже начали пилять, по-моему, все, кому не лить. Когда начали закладывать эту дорогу, буквально через полтора месяца, плюс-минус, начали обращать внимание, что деревья начали сохнуть. Как будто под них что-то лили, химикат какой-то искусственный, их уничтожали. Первые, собственно говоря, я и заметил, ходили две женщины, которые ставили крестики, женщины неопределенного возраста и непонятных занятий. Я их спросил, что они делают, когда ставят крестики. Говорят, мы отмечаем плохие деревья. И убежали. То есть кто-то были, они не представили? Ну, они сказали, что они из департамента экологии. Но знаете, как сказать, можем и мы. То есть ставились крестики на всех деревьях подряд. Мы решили обратиться к заказчику профилактической вырубки деревьев ректора учебного заведения. Впрочем, оказалось, что он в отпуске и появится на работе в следующий понедельник. Тогда же сможет ответить на все вопросы. На месте происшествия мы встретили и эколога, живущего рядом. Владислав Болинский говорит, вчера слышал, как одновременно работали несколько бензопил. Сейчас удалено, ну вот я то, что вижу, потому что под завалами не все видно, 12 деревьев. Больших деревьев до 60-70 сантиметров диаметра. Это ценные деревья. Часть из этих деревьев – клен болотный или клен сахарный. Это те деревья, которые мы закупали саженцы и сажали на 4-й, 5-й станции фонтана с горзелентрестом. Красный крест значит, что это здоровое живое дерево будет срублено. А таких деревьев на этой территории еще очень много. Эколог рассказывает, чтобы сдвинуть ситуацию с места, потребуется обращение потерпевшей стороны. То есть, если местные жители докажут факт нарушения, дело может дойти до суда. Но обычно такие истории заканчиваются просто. В горзелентресте посчитают убытки, которые потом возместит строительная компания.